Всем привет! В этом видео я хотела бы вам рассказать о своих небольших покупочках. Долгое время я не делала такого рода видео, поэтому покупок собралось достаточно много. И вот, наверное, приступим. Сначала я расскажу, наверное, об уходовой косметике, которую я себе приобрела, и плавно перейду к декоративной косметике. Покупок достаточно много, поэтому на каждом продукте долго останавливаться не буду. Расскажу просто, что мне понравилось, что мне не понравилось. И постараюсь быстренько все вам рассказать. Так, первое, что я купила, это был вот такой вот уход от Biocon. Вот такой он. И еще у меня есть мягкий гель для умывания, вот такой вот 20+. Я его, к сожалению, не взяла, поэтому... Вот. Первое, что средство для снятия макияжа с глаз. Обалденное средство, то есть пользуюсь я им почти каждый день. Сначала смываю глаза вот этой вот штучкой, а потом гелем для умывания сверху вытираю, то есть умываю остатки косметики. Вот такое вот средство, здесь 75 миллилитров, основной уход 20+, от 20 лет. Вот, обалденное. То есть глаза не щипят, жирный слой не оставляет липкий, то есть обалденно справляется со своей задачей. Следующее из этой же фирмы Biocon купила себе средство 3 в 1, супер очищение для проблемной кожи. Вот такое вот оно. Видите, я уже использовала достаточно много. Оно идет как универсальное гель для умывания, скраб и плюс маска. То есть если просто им умыться, ну я им никогда не умываюсь, потому что оно идет с частичками, и умыться вместе с глазами, то есть им невозможно. Вот. Поэтому я его использую как скраб и иногда как маску. Вот, обалденная штука. Здесь 175 миллилитров. Для проблемной кожи очищает, то есть скрабирует хорошо. Как маска я ничего особенного не почувствовала, поэтому... То есть хуже не делает и очищает хорошо. Я думаю, вот средства для очищения так и должно быть. Следующее, что я купила, это от белорусской косметики Belita Vitex. Вот такая вот маска-минутка. Не знаю, особого ничего не увидела. То есть стоп-акне называется. Ничего оно стоп-акне не делает. То есть акне как было, так и продолжается. То есть ничего не улучшило. Ни особого очищения, то есть не почувствовала. Как было, так и было. То есть даже кожу мягче не делает. Вот. Так что бесполезная штука, не знаю. Может кому-то нравится. Дальше купила тоже от этой же фирмы Belita Vitex. Для молодой кожи идеальная основа под макияж. Честно, не буду врать. Пользовалась два раза. Особой разницы не почувствовала. Так как разницы не почувствовала, больше не использовала. То есть на выход, думаю, можно будет использовать. Не особо выравнивает кожу. То есть ничего такого кардинального оно не делает. Вот. Дальше. Тоже Belita Vitex. Вот. Я использовала его уже достаточно много. Поэтому это крем для век и кожи вокруг губ. ДНК, предотвращение возрастных изменений. Ну вот честно, бесполезная штука. Ничего особенного он не делает. То есть если мой мировский гель-контур для век, он хорошо увлажняет, питает кожу вокруг глаз, то это вот ничего особенного. То есть да, увлажнение есть, но его не хватает. То есть полностью. Ну вот иногда, когда нет под рукой мира, а этот стоит вот рядом в коробочке, поэтому иногда использую его. Ничего особенного. Дальше. Из уходовой косметики купила вот такой вот наборчик. И есть у меня еще молочко. То есть он идет, шел как наборчики. Молочко для снятия макияжа, для смешанной и нормальной кожи. А это лосьон для снятия макияжа с глаз. Честно, особо ничего не вытирает. То есть вытирает, да, но нужно использовать его раза три, наверное. То есть первого раза оно не смывает мне, на моих глазах, мою тушь, оно не смывает. Здесь 150 мл. Экстракт винограда выводит токсины для нормальной смешанной кожи. Ну, обычная, обычная смывка для глаз. Не особо хорошая. Вот. Дальше купила крем для рук от Natura House. Итальянский крем для рук. Он идет у меня с... Здесь не написано, но он идет, по-моему, у нас... Омолаживающий, что ли. По-моему, омолаживающий. Q10. Вот. Хороший крем, хорошо питает, увлажняет. Запах такой, достаточно ядреный. Поэтому, кто не любит очень заметные запахи, оно, я думаю, не подойдет. Вот. Вот такая. Вот такой вот крем для рук. Хороший. Стоил 40 гривен, что для крема достаточно дорого. Дальше. Купила вот такую вот бодягу для масок, но поняла, что это, по-моему, не та бодяга, которая нужна. То есть она больше помогает от синяков, от отеков. Не... То есть не та бодяга, которую девочки используют для маски. Отшелушивающий, пилинга. Вот. Такая вот бодяга стоила 10,80. Ну, при синячках, ссадинах она достаточно хорошо помогает. Дальше. Купила масла. Сто процентное натуральное масло. Мигдальное. Хотела попробовать мазать ее вокруг глаз, то есть на зону вокруг глаз и навеки. Ну, вот. Намазавшись вечером, утром проснулась со воспаленными глазами. Она, я не знаю, или я такая дурочка намазала очень близко к глазам, что она не знаю, что и ночью делала, глаза, проснулась. Реально красные глаза очень. Такой вот болезненный вид глаз и как будто заплаканный. Вот. Вот такая вот. Вот использую его для протирания иногда лица. Оставляю. То есть массаж, шеи делаю часто. Вот такое вот обычное миндальное масло. Вот. Его можно разбавлять с эфирными маслами и делать масочки. Еще два масла. Купила масло массажное против растяжек кожи. Это цитрусовое. Тоже неплохое, но я бы не сказала, что оно особо массажное, потому что впитывается моментально. И масло виноградных косточек. Тоже стопроцентное масло. Обычное просто иногда наношу на волосы, иногда протираю лицо, наношу, разбавляю его эфирным маслом розмарина и чайного дерева, наношу на поврежденные зоны кожи. Вот. В принципе, особо о них рассказывать нечего. Дальше. В аптеке купила салициловую кислоту. Вот такую вот. Так как у меня жирная проблемная кожа, я после геля для умывания, то есть после того, как смыла косметики, умылась гелем для умывания, я протираю всё лицо, то есть не местно, не частично, а именно всё лицо ватным диском протираю, так как у меня очень жирная кожа лица, поэтому особо она мне не сушит. Вот. Хорошо заживляет, антибактериальное такое вот. В принципе, неплохое. Дальше купила массажное масло от Johnson's Baby. Масло удерживает до 10 раз больше влаги. Знаю, что это детское масло. Хорошее масло массажное, то есть впитывается не быстро, хорошо увлажняет, питает. И вот, в принципе, для массажа что ещё нужно. Дальше купила тоже в аптеке рецинова улия, но это, как я поняла, касторковое масло, касторовое, которое наносится на глаза, для масок для волос оно используется. Вот, вот такое вот масло. Честно, пока ещё не открывала, не пробовала. 9,20 оно стоит, но вот хочу попробовать яичную маску для волос. Дальше крем для тела, вот такой вот. 100% органика. Это израильская косметика, Шеменамур. Хороший крем, запах обалденный, гранатовый, хорошо увлажняет, ну, тоже впитывается достаточно быстро, массажем особо не сделаешь, то есть увлажнение, питание очень классное. Вот. Стоила она 100 гривен, покупала его у себя в магазине, когда ещё работала, поэтому хорошее. Шеменамур, вообще мне очень нравятся шампуни у них, у них идут пол-литровые бутылочки и достаточно хорошо вымывает и подходит для всех типов волос. Дальше переходим, наверное, на декоративную косметику. Единственное, я хотела вот показать мира тоже ещё вот при заказе на 500 гривен в подарок шёл вот такой вот крем-гель подарочный. Это солнцезащитный крем SPF 30 плюс защита от солнечных ожогов. То есть хороший на лето крем, обычный самый, не знаю, запах. Тоже 100% органика, но я думаю, кто знаком с косметикой мира поймут, о чём я говорю. И тоже в подарок шёл крем-гель подарочный. Это смываемое масло для чувствительной кожи, это для снятия макияжа. Я им не пользуюсь, так как оно очень жирное и особо ничего не смывает. Вот. Немножко расскажу о них, рассказала верну. Дальше переходим на мои главные покупки. Это были покупки двух тональных кремов. Единственное, что хочу сказать, хотела покупать совсем другой тональный крем. Я вот говорю об Bourjois Flower Perfection. Вот такой вот крем тональный, номер у меня 51, ванила, Клайр. Вот такой вот. Кто знает его, знает, что у него здесь идёт спонжик. Абсолютно бесполезная штука. Достаточно хорошая помпа. У меня самый светлый оттенок, но немножко темноват он мне. То есть все оттенки во всех тональных кремах от Bourjois 51 оттенок мне немножко темноват, желтинка отдаёт. Но вот этот достаточно плотный, поэтому если нанести его на кожу, на кожу, боже, на зону шеи и там немножко припудрить тёмной пудрой, то разницы не будет. Что хочу сказать по поводу этого тонального крема. Достаточно хороший тональный крем. Очень плотный, то есть для жирной, проблемной кожи это, конечно, крем идеальный. Вот. Вот такой вот. Он видно сразу, что немножко отличается от моего цвета лица, от моей кожи. Вот. Немножко желтит. Но на самом деле он сразу даёт пудровый эффект, такой матовый, очень хороший. Я его не закрепляю пудрой. Покупала я его в интернет-магазине Parfum, не знаю, по-моему, киевский магазин. Какой-то доставка мне пришла сразу на следующий день. Стоил он 127 гривен с доставкой, то есть 117 гривен плюс 10 гривен доставка по Киеву. Хотела заказать его на Visage.com.ua, но так подумала, он там 87 гривен стоит, не особо разница чувствуется, потому что доставка по новой почте по Украине, он идёт, я не помню, откуда он идёт, с Житомира, по-моему. Та же стоимость будет с доставкой, но единственная доставка будет 2-3 дня. Здесь я заказала 117 гривен за такой тональный крем, очень хороший выбор. Вот, вот такой вот тональный и мой любимчик, конечно, я без него уже не могу, как только заканчивается, сразу, не знаю, руки тянутся, заказать ещё один, поэтому вот у меня старый мой Revlon Colorstay. Единственное, что у девочки, которой я его покупаю, нету очень светлых оттенков, у неё начинает самый светлый для жирной комбинированной кожи только 180-й, но вот он у меня сейчас на лице, не знаю, видно разницу или нет. Я его припудриваю от Essence с прозрачной такой беловатой пудрой и он достаточно хорошо выравнивается, цвет. Вот, вот этот вот у меня закончился 180-й, я у неё ещё купила один, позавчера забрала. Стоимость дешевле стала. Стоил он 115 гривен, первый раз я покупала у этой девочки за 160 гривен его, потом второй раз через год я у неё купила за 115 гривен и вот позавчера, буквально она говорит, неделю назад поменялась цена, стало 105 гривен, то есть 100 гривен тональный крем от Ревлон, тем более девочка живёт очень близко ко мне, через дорогу, так получилось, что она вот моя соседка, и встретиться с ней нет никаких проблем, поэтому я вот заказала и в тот же день пошла и забрала. То есть она мне вынесла его, я встретилась с ней и забрала. Ничего не буду рассказывать об этом тональном креме, первое моё впечатление ещё года два назад было негативное, но сейчас без него я жить не могу. Вот. Дальше от Релуи купила себе вот такой вот корректор, обалденная штука, стоил он 15 гривен, это белорусский корректор, я его обожаю, он очень хорошо перекрывает все проблемы, он очень, то есть не сушит кожу под глаза, я его использую даже под глаза, безумно, тон у меня 0.1, самый светлый, шикарный корректор, я его использую каждый день, то есть супер, просто бомба, очень хороший. Дальше купила помаду, тоже Релуи, оттенок у меня 329, 329, а здесь 398, вот здесь вот 398, 398 оттенок, потому что крышечка у меня от другой помады может быть, у меня такая же 329 оттенка, только я ее найти не могу, к сожалению. Вот такой вот цвет этой пудры, пудры помады, извиняюсь, заговорилась, уже долго видео снимаю, вот, достаточно нюдовый, такой розовый, бледный, я обожаю такие вот сейчас на зиму, обалденный цвет помады, вот такой вот, вот, стоила она тоже 20 гривен, по-моему, шикарная помада, увлажняет, не сушит губы, это при том, что я наношу после нее еще блеск сверху, ой, работает шикарно просто, извините, запыхалась, дальше еще два тональных крема, забыла в коробочке, не помню, показывала, не показывала, нормодерн тейнт, оттенок у меня 15, клайр опал, вот такой вот он, но я не знаю, что с ним случилось, для меня этот оттенок сейчас очень темный, на пару оттенков, хоть он у нас в Украине самый светлый идет, 15 нету, ни 9, по-моему, ни какого-то еще, там 5, или я не знаю, какой вообще, их 5 оттенков, у нас их 3 представлены, вот, не пользуюсь им, обожаю этот тонали крем, но так как он мне сейчас не подходит, буду пользоваться летом, и вот моя дебильная покупка, я не знаю, чем я думала, когда покупала этот тональный крем, как я могла вообще нанести его себе на лицо, это тональный крем от TF, 45 грамм здесь, вот такая вот помпа, стоил он 48 гривен, ну, будем считать 50 гривен, бесполезный вообще тональный, единственное, что мне в нем понравилось, это оттенок, достаточно хороший мой оттенок, светлый, вот такой вот он, не знаю, нифига не перекрывает, вот, достаточно прозрачный он, я его много выдавила, запах ужасный, какой-то, не знаю, такой, болеет это, наверное, запах лучше, то есть, немножко ему нужно, но он ничего не перекрывает, он только подчеркивает, то есть, если есть маленький прыщик, и он шелушится, то это будет ужасно, просто вообще, ужасное зрелище, вот, бесполезная штука, не знаю, может для идеальной кожи, оттенок 0.1, у меня натуральный, идеальной кожи, он будет хорошо, но для меня, с моей проблемной и ужасной кожей, он не подошел, еще моя покупка, такая вот, у меня их, миллион, у меня три пудры есть, одну я уже летом почти закончила, вот, вот такая пудра от Fleur, это, два в одном, пудра, это оттенок у меня, который я использовала, летом, оттенок, оттенок 6, а это оттенок 5, он более натуральный, это самая последняя моя покупка, вот, он идет как белесый, но на самом деле он, создает такой, легкую вуаль, если нанести его влажным способом, вот он, он получится как достаточно легкий тональный крем, но ни разу я его не использовала, ой, простите, ни разу я его не использовала влажным способом, поэтому просто кисточка, легкое покрытие, такой вот матовость, если использую тональный вот ревлон, так как немножко блеска он дает, вот, две вот таких вот пудрочки, вот этот, самый светлый оттенок, мне показался пятый, он идет как прям пудр, мука белая, но вот, когда наносишь его на лицо, он не становится рыжим, серым, как вот эта вот пудра, например, номер 6, у меня давала в серину, такой у них какой-то нездоровый вид, дальше, купила я себе мега много блесков, вот, вот таких вот блесков, здесь есть две, два моих фаворита, расскажу о них, они мне безумно понравились, это Париса, номер С9, идет мудовый такой оттеночек, вот, можете видеть, такая кисточка, поролончик, и вот такой вот оттеночек, безумно красивый, на губах он, не такой яркий, как вот сейчас на руке, потому что губы у меня почти такого же оттенка, вот, и любимый мой, который сейчас находится у меня на губах, единственное, чем он мне не нравится, это то, что он в течение носки оставляет белую полосочку, вот, внутри губы, но оттенок просто бомба, это я не знаю, можно назвать его, наверное, жидкой помадой, потому что покрытие у него шикарное, и вот этот вот бледно-розовый оттенок, просто я от него тащусь, вот, вот он, крайний, просто перекрывает цвет губ, на ура, носится хорошо, запах хороший, такой сладненький немножко, да, вкусный, какой-то, не знаю, виноградом пахнет, не знаю, что это за фирма, ну, я знаю, что польский, вот, в общем, хороший блеск, обалденный, я его ношу каждый день, сейчас он у меня на губах, безумно мне нравится, ну, в общем, хороший, классный, дальше хотела себе вот помаду вот такого вот цвета, как у куклы Барби, не знаю, сейчас, наверное, куда пик, на этот цвет, на этот оттенок, но помады я такой не нашла, хотела я в Риммель, хотела в Artvisage посмотреть, вернее, смотрела, там нету такого оттенка, мне девушка посоветовала вот такой вот блеск от Evelyn, это Color Celebrities Lip Gloss, оттенок у меня 571, вот, он идет тоже с таким поролоном, но вот этот вот блеск мне абсолютно не понравился, хоть оттенок в нем и хороший, и на руке вот он, кажется, вроде неплохо, вот он, но на губах он абсолютно не передает свой оттенок, вот, единственное, что я его ношу вот с этой помадой, то есть, достаточно неплохо они сочетаются, помада такая вот, вот рядом с блеском помада, и сверху наношу этот блеск, и очень хорошо смотрится, то есть, если такие вот, не знаю, синие стрелки люблю делать, и наносить вот такого вот цвета помаду, мне очень нравится эффект, вот, и вот такой же, как вот этот вот нюдовый оттенок, первый париса, купила себе просто прозрачный блеск, для того, чтобы на ночь намазать и улажнить, чтобы утром не было трещин на губах, ну, иногда тоже использую себе, там, выбегаю в магазин, использую его как просто увлажнялка, то есть, сейчас зима, а утром сушится, и достаточно некомфортное ощущение, дальше купила себе пинцетик, от ласковой, он обычный, вот такой вот, и последние две мои покупочки, это были две туши от фирмы Белор Дизайн, дизайн резней длина плюс разделение, вот такая вот, все ее, по-моему, знают, вот такая у нее кисточка, то есть, она идет, как девочки говорили, абсолютно такая же, как в туши от Арифлейм, пять в одном, то есть, она такая силиконовая, эта тушь мне абсолютно не понравилась, если...